Жители Куйбышевского района и не заметили, как прошла модернизация крупнейшего источника электроснабжения. А вот если бы этого не произошло, не просто, обратили внимание, почувствовали. В прямом смысле слова, подстанция, построенная 40 лет назад, снабжает электричеством городские очистные сооружения. Энергообъект работал на пределе возможностей. Комплексная реконструкция подстанции Волжская-2 длилась три года. Модернизировано было все оборудование. Это практически новый энергообъект, мощность которого увеличилась почти в три раза, что позволит обеспечить бесперебойным энергоснабжением не только существующих потребителей, но и в дальнейшем развивать район, строить новые дома и предприятия. Современные трансформаторы работают практически бесшумно. Кроме того, они экономичны и экологически безопасны. Вскоре в Куйбышевском районе построят еще два новых микрорайона, которые тоже будут снабжаться электроэнергией от этой подстанции. Этот год в некотором смысле является прорывным для Самары. Мы и общественный транспорт закупаем, и дорожную технику в объемах, которые раньше город не видел. Вот энергетические мощности вводятся в строй. Буквально две недели назад была открыта газовая ветка Вентай, Вентай-Самара. Это тоже решение в разрезе той политики, которую проводит Николай Иванович Меркушкин. Энергетики выбирают отечественное. Все оборудование на подстанции российского производства. Трансформаторы и распределительные ячейки изготовлены в Тольятти и Самаре. Здесь много задач ставится по расширению и развитию этого района. Поэтому без дополнительной мощности, которая здесь, естественно, у нас в несколько раз прибавилась, не обойтись. До конца года в Красноглинском районе будут пущены еще две подстанции. Вскоре начнется строительство энергообъектов для стадиона «Космос-арена» и объектов инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу. Марина Кравцова, Константин Головин. События.